Сегодня под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по вопросам развития промышленности и выявления дополнительных резервов. Прежде чем перейти к рассмотрению основного вопроса, глава государства коснулся мер по недопущению негативных последствий понижения зимних температур. Подчёркнуто, что штабы, созданные во всех районах и областях, должны работать непрерывно, а потребности населения решаться оперативно. Отмечено, что необходимо детально контролировать обеспечение объектов социальной сферы энергией и теплом. Хакимам всех уровней поручено организовать работы по уборке дорог совместно с соответствующими ведомствами и организациями, обеспечить безопасное движение автотранспорта. Указано, что на всех востребованных маршрутах должно быть налажено непрерывное движение общественного транспорта. Перед руководством Кабинета министров была поставлена задача установить ежедневный контроль за обстановкой в каждой области, районе и городе, оперативно устранять возникающие на местах проблемы. Промышленность, как известно, играет очень важную роль в экономике и занятости населения. В целях формирования необходимых условий для отраслей за последние годы создано 19 свободных экономических зон и более 400 малых промышленных. На их инфраструктуру выделено 10 триллионов сумм. Был направлено 3 миллиарда долларов финансовых ресурсов на превращение в драйверы таких отраслей, как текстильная, химическая, строительные материалы, кожевенная, фармацевтическая, электротехническая промышленность. Для обеспечения индустриального сектора сырьем втрое увеличены. Геолого-разведочные работы открыто более 600 новых месторождений. В результате за последние пять лет количество промышленных предприятий удвоилось до 100 тысяч, а объем производства увеличился в 1,4 раза. Это положительно сказывается на развитии регионов. В частности, в Джизаке появились такие новые отрасли, как стройматериалы, автомобилистроение, пищевая промышленность. Запущено 220 проектов по строительным материалам. Доля этой отрасли в промышленности региона превысила 20%. Реализовано 19 крупных проектов по металлообработке в Самаркандской, Сырдаринской, Наманганской и других областях. В 54 новых малых промышленных зонах, созданных в Намангане, в 2022 году произведено продукции на 3 триллиона сумм. За последние три года объем производства химической промышленности увеличился в 1,5 раза, а экспорта – в 2 раза. Вместе с тем, в некоторых регионах результаты не соответствуют возможностям. В частности, промышленный рост в Новоийской, Бухарской и Ташкентской областях в 2022 году оказался ниже прогноза. В республике Кыркалпакстан, Джизакской, Кашкадаринской, Сурхандаринской, Ферганской и Хорезмской областях уровень переработки пряжи остается низким. В Намангане, Самарканде и Новои потенциал в производстве продуктов питания, кожевина обувной продукции и мебели используется недостаточно. В связи с этим на совещании обсуждены меры по развитию промышленности, увеличению инвестиций в отрасль и задействованию резервов. Глава государства подчеркнул, что промышленности будут предоставлены новые возможности и дополнительные финансовые ресурсы. Прежде всего, будут пересмотрены банковские нормативы и выделены дополнительные ресурсы коммерческим банкам в размере 55 триллионов сумм для кредитования предприятия. Это означает дополнительный источник инвестиций в среднем на 20 миллионов долларов каждому району. Вторая возможность. В 2023 году на инфраструктуру промышленных зон и крупные инвестиционные проекты будет направлено на 1,7 триллиона сумм. Также будет расширена территория свободных экономических зон Гиждуван и Кокант. В Каркалпакстане и Кашкадаре будут созданы филиалы свободной экономической зоны Ургут. В-третьих, начиная с 2023 года, 60 районам 4 и 5 категории, экономическое развитие которых отстает, будет предоставлено 27 видов налоговых льгот, субсидий и преференций. Четвертое. Преференции производителям ковров, домашнего текстиля, кожи и ювелирных изделий. Так, в 2023 году на текстильные проекты будет выделено дополнительно 300 миллионов долларов. Таможенные льготы по более чем 200 видам импортного сырья для кожевина обувной промышленности будут продлены на три года. Ювелиры получат возможность закупать сырье со скидкой, а также налоговые, таможенные и банковские льготы. Президент подчеркнул необходимость широкого информирования населения и предпринимателей об этих возможностях и увеличения количества проектов на местах. Отмечено, что в промзонах будет запущено 1264 проекта. Важной задачей обозначено обеспечение запуска 6-го гидрометаллургического завода в Новоийской области и 3-й медно-обогатительной фабрики в Алмалыке, современного литейного цеха в Андижанской области и кластера сельхозтехники в Черчаке. Перед ответственными лицами поставлены задачи по расширению производственной кооперации, реализации проектов локализации на сумму 6 миллиардов долларов. Своевременному запуску около 3000 проектов, включенных в региональные инвестиционные программы. В целом указано, что в текущем году, задействовав все резервы, возможно увеличить промышленное производство на 14%. Руководители отрасли промышленности и Хакимы представили свои планы и предложения по рассмотренным на совещании вопросам.